В эфире Город Лайв, студия Светлана Александрова и Андрей Волконский. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать важные для мира страны и региона темы. Ну и начнем с ситуации с COVID-19. В Калининградской области за сутки выявили 32 новых случая COVID-19. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сегодня, в воскресенье. Общее число заболевших в регионе возросло до 3744 человек. Выздоровело 2975 пациентов. По данным на 12 сентября 73 человека скончались. Что же касается российской статистики, то в России за сутки коронавирус подтвердился у 5449 людей. Всего за время пандемии в стране зафиксирован 1 миллион 62 тысячи 811 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Скончались 18 тысяч 578 человек, плюс 94 человека за сутки. Ну а выздоровели 876 тысяч 225 пациентов, 2690 человек за сутки. В Калининградской области скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией сегодня, воскресенье 13 сентября. Ну а также в Калининградской области коронавирус подтвердился у 5-месячного ребенка и 4-х школьников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией в воскресенье 13 сентября. У 15 человек заболевания протекают в форме ОРВИ, у 8 диагностирована пневмония, в том числе одна в тяжелой форме. 9 заболевших выявили по результатам лабораторных обследований контактных в семье и по месту работы. В Черняховске школу номер 3 перевели на дистанционное обучение из заболевшего COVID-19 учителя начальных классов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией. Ну вот дополню, что за сутки коронавирус диагностировали у учеников школы номер 56, 40-й гимназии и православной гимназии. Ученики контактировали с заболевшими родственниками. Ну и далее к другим новостям, друзья. Застрелил мать и детеныша на Курской косе житель поселка Морское. Хладнокровно расправился с двумя кабанами. Браконьер с национального парка случайно попал в объектив видеорегистратора очевидцев. Ну а вот подробности жестокого обращения с животными у нас далее. Чем он стреляет с кабанов? Че это за м***ер? На этих кадрах случайные свидетели преступления наблюдают, как предполагаемый стрелок от кабанихи оттаскивает свою собаку. Это вы здесь чего делаете? А? Это вы чего здесь делаете? Да нет, ничего не делал. В нацпарке Курская коса подобной жестокости уже не припомнят. Несмотря на то, что территорию постоянно патрулируют, а повсюду указатели, что животных трогать нельзя, мужчина средь бела дня застрелил самку кабана и ранил детеныша, на которого затем натравил собаку. Это вопиющий случай произошел на поселке Морское в понедельник. Посреди бела дня человек застрелил кабаниху и его детеныша. Как правило, кабанихи ходят у нас с целым выводком, поэтому, скорее всего, остальные поросята убежали. И будем надеяться, что они выживут, потому что пока еще погода хорошая и корма для них много. Калининградцы позвонили 112 и сообщили о стрельбе. Мужчина с ружьем и собакой вышел с частной территории в лес. Свидетели дождались сотрудников нацпарка и полиции. Место происшествия осмотрели. Туши кабанов увезли на экспертизу. По данному преступлению проводят проверку. Привет, Даша. Я Тунрик. Как дела? Нормально у тебя? У меня тоже. Кстати, почему ты не осталась еще с нами на пять месяцев в школу телеведущих? А что, так можно было? Да, конечно. Пошли, пока остались места. Пошли. Пять месяцев. Сорок уроков. Пять тысяч рублей. Самый классный преподаватель. И самое главное, нас покажут по телику. Звони и записывайся на полугодовой курс школы телеведущих. Мы ждем тебя. 92-10-32. Нет. boa 23. Спасибо. Всем пока. В эфире «Город Лафи» мы встречаем юных гостей нашей студии. Это Виктория и Роберт, выпускники детской школы ТВ. Добрый вечер. Здравствуйте. Как настроение? Хорошо. Отлично, очень рада вас видеть сегодня. Ну, расскажите немного, как вы, собственно, пришли к тому, чтобы записаться в школу телевидения на Первом городском канале. Мне на день рождения, оно у меня было летом, 20 июля, мама мне приготовила сюрприз с папой. Они меня записали в школу телевидения, и я вообще об этом не знала. Мне было очень страшно сначала, но потом я начала заниматься, и мне все начало полегче. Ну вот скажи, пожалуйста, Вика, а ты когда-то говорила родителям, что ты хочешь стать ведущей, или тебе нравится эта профессия? Как-то они угадали твои мысли, или это была какая-то мечта с самого-самого раннего детства? Ну, нет, я вообще хотела быть просто блогером, но я даже не знала, что меня запишут на телевидении. То есть это был такой приятный сюрприз для тебя? Да, неожиданный. Роберт, а какая у тебя история? Как ты пришел в школу Первого городского карпава? В июне я увидела рекламу Первого городского. Ну, то есть не я увидела, а мои родители вместе. И мне мама предложила, может, ты туда хочешь ходить? Я подумал, и подумал, что там меня научат, как снимать, как мультики делать. Ну, согласился. То есть тебе больше нравится мультипликация, да? Она тебя увлекает? Ну, как сказать, нет. Меня все интересует. Ага, все, что связано с телевидением, правильно? Ну, вот сложно ли было, кстати, учиться в школе телевидения? И с чего все началось? С первого пробного урока, с первого занятия? Да. Ну, да. То есть вы пришли на занятия, приняли участие в нем и поняли, что да, вот действительно мы хотим здесь учиться, хотим стать похожими на наших преподавателей. Мы в разное время пришли, пришли. Ну, я пришла сначала, мне было очень страшно, я никого еще не знала. Потом я походила, походила, и мне уже стало полегче. Ну, вот, кстати, сложно было учиться в школе телевидения? Это трудно? Первые два дня, да. Первые два дня? А тебе, Вика? Мне сначала три дня было так очень страшно, а потом уже нет. Ну, с заданиями получалось справляться? Сложные были задания? Да. Ну, легкие. Легкие, да? А тебе, Роберт, как занятия показали сложными? Легкие. Легкие, да? Смотря для кого? Ну, для тебя лично. Для тебя лично было трудно или легко? Легко. Легко. Друзей много приобрели в школе телевидения? Да, я много. С кем ты, Вика, подружилась здесь? Я познакомилась с одной девочкой, ее зовут Даша, еще познакомилась с девочкой, ее зовут... уже даже забыла, дома не ходила. А ты, Роберт? Я познакомилась с Глебом, мальчиком, познакомилась с Матвеем, с Егором, но еще забыл имена. Ну, продолжаете общаться или только в школе вот подружились и больше не общаетесь? Больше не общаемся. Ну, больше не общаемся. Ну, а кто из преподавателей вам больше понравился? Кто ваши наставники, вот такие прям фавориты ваши? Мне больше всего понравился директор и мне понравилась Аня, ее помощница. А тебе, Роберт? А мне все. Все понравились. Ну, собственно, какие... чему научили вас, вот что такого важного вы приобрели для себя в школе телевидения? Я научилась не бояться камеры, и я научилась... я теперь узнала новое приложение, по которому можно взять всякие красивые фото, видео, очень классные. Аналогично. Вот, то есть у вас уже получился такой опыт визуализатора, наверное, да? Вы умеете в сфере обрабатывать фото красивые. Ну, а что по поводу блогерства? Освоили ли вы эту профессию? Стали вы выпускать какие-то свои материалы и завели ли вы свои блоги? Ну, да, я лучше начала снимать. Лучше снимать, да? У меня пока нет канала, но я хорошо зато видео снимаю. Угу. Кстати, подписчиков прибавилось? Не. Не выкладываете никуда еще? Не, я никуда не выкладываю. Угу. Ну, а первое видео, кстати, какое было после школы ТВ? На какую тему и что это было за видео? Помните? Да. Что сняли первое, когда вот получили столько знаний, столько эмоций, столько всего интересного? Вот что первое сняли? Ну, по-моему, мы снимались, ну, рассказывали о себе, что-то такое. То есть презентацию свою делали? Я снял видео, ну, такое о себе, то есть про историю из жизни. Так. Она такая интересная была. Поделишься? Ну, да. Мне надо было такой кому отдать ключ. И было очень холодно. Я вышла в шортах и в майке. И я пока жду, ко мне, мимо меня проходят американцы. Они так на меня посмотрели, а сами тепло одеты. А ты русский парень в шортах. Да. Я такой подумала, москал, москал. Ясно. Ну, а почему решили пойти на пятимесячный курс школы телевидения? Ну, я узнала, что мы будем делать мультики, а я мультики люблю, поэтому решила походить. Ну, да и к тому же я думаю, что мне в дальнейшем в жизни понадобится не бояться камеры. То есть есть мечта создать свой собственный мультик? Да. А какой-то сценарий уже есть в голове? Что это будет за мультик? Пока еще нет. Пока еще нет. А ты, Роберт, почему решил прийти на курс? Мне все интересно. Просто интересно все, что связано с телевидением. Ну, планы у вас какие-то дальнейшие есть? Есть уже какие-то наработки, какие-то творческие моменты, к чему будете стремиться дальше? Вот что хотите сделать? Ну, я, наверное, стремлюсь дальше. Может, идея своей передачи? Может, идея какой-то, не знаю, рубрики, еще что-то? Свой блог о чем? Пока у меня никакого блога нету, идеи. Но у меня есть идея дальше ходить, чтобы потом не бояться камеры и чтобы хорошо все знать. И чтобы, может быть, я, думаю, познакомлюсь с новыми людьми и блогерами. То есть хочешь стать профессионалом в этой профессии, да? Аналогично. Роберт Крата, как никогда. Ну, а есть какая-то мечта, кем планируете стать? Быть может, это журналистика? Хотите связать свою жизнь с этой сферой? Ну, я пока еще не думала. Так, а ты, Роберт? Нет. То есть нет никаких... Ну, нравится все, что здесь происходит? Да, нравится. Ну, а то, чему вы научились в школе телевидения, как-то в жизни в школе используете? Да. Легче стало учиться? Например, отвечать домашнее задание перед учителем, перед классом? Ну, мне легче стало, да, намного. То есть публики вы уже не боитесь? Да, ну, камера тоже чуть-чуть перестала бояться. Так, Роберт. У меня то же самое, но был еще один случай, как мы хотели учительницу разыграть тангое в музыкальной школе. Мы сделали... Я сделала со своим другом так, поставила вот так руку. Так. И вот так подщечину. Оценила учитель этот розыгрыш? Она не заметила. Не заметила. Ну, уже идеи какие-то есть, да, и творческий такой... Творческий шаг вперед вы уже сделали благодаря школе ТВ, правильно? Да. Ну, вот и вас сейчас смотрят наверняка многие ребята, также их родители. У вас сейчас есть возможность обратиться к родителям и к ребятам и, собственно, рассказать им, как здесь классно, как здесь круто, и пригласить их прийти учиться в школе телевидения. Смотрите в камеру. Ну, здесь очень классно, приходите сюда. Здесь вам точно понравится. Роберт? Тут научат много новому и научат, как не бояться камеры. Ну, друзья, собственно, у нас сегодня в гостях потрясающие ребята. Это выпускники детской школы телевидения Первого городского канала Виктория и Роберт. Спасибо вам огромное за общение. Я вам желаю творческих успехов, и чтобы вы никогда не останавливались на пути к своей мечте. И вам спасибо за то, что нас учите. Ну, а мы увидимся сразу после рекламы, друзья. Всем пока. Пока. Цифровые технологии в стоматологии. Восстановите потерянные зубы за один прием без слепков. Полный цикл стоматологических услуг. Безболезненно и долговечно. Запишитесь на прием. Стоматологический центр «Донсист». Улица Пражская, 3. Телефон 35 84 10. Ролл Автоматика предлагает автоматику всех типов. Скидка на гаражные ворота 30%. Бесплатная консультация и выезд в пределах города. При заказе оборудования год обслуживания в подарок. 20 лет на рынке. Ролл Автоматика. Ваши ворота. Наша забота. Для того, чтобы напечатать рекламную продукцию, больше не нужно никуда ездить и тратить свое время. Заходите на сайт 39print.su и выбирайте то, что вам нужно. Произведите расчет стоимости и количество, подберите дизайн из имеющихся макетов и загрузите свой. Заказывайте. Оплачивайте онлайн, а курьер вам доставит визитки, приглашения, календари и любую другую рекламную продукцию. 39print.su – это так просто. Установите интерактивное ТВ от ООО «Экран» в три клика. Раз. Подключите телевизор или смартфон к интернету. Два. Скачайте приложение «Экран ТВ» в Google Play или App Store. Три. Авторизуйтесь с помощью логина и пароля. Пользуйтесь с удовольствием. Есть интернет, есть ТВ. Подробности по телефону 614444. Лига домашних котов доводит до сведения новоселов. Мы отказываемся заходить в новые квартиры, если в них не будет мебели от салона «Уют». Запомните «Уют». Ведь где уют, там счастье. Купили квартиру? Потратились на ремонт? Хотите сэкономить на мебели? Скорее в «Уют». Покупайте отличную качественную мебель с огромными скидками и будет вам счастье. «Уют». Дзержинского, 73. Подробности 68, 51, 61. Студия натяжных потолков «Ажур» создает потолки, которые нравятся. Большой опыт работы. Мы выполняем проекты любой сложности. Многоуровневые формы, фотопечать на натяжных потолках, светодиодные подсветки и реалистичная имитация звездного неба. Приходите и заказывайте. Площадь Василевского, 2. Телефон 351625. Привет. Меня зовут Ева. Я отучилась в школе телеведущих уже два месяца. И здесь мне очень понравилось. Поэтому я решила пойти на целых полгода обучения. Ведь здесь тебя окружают самые лучшие и добрые учителя. Они как твои друзья. Поэтому я бы хотела пригласить тебя обучаться вместе со мной в школе телеведущих на Первом городском. Звони и записывайся на полугодовой курс «Школа телеведущих». Мы ждем тебя. 92-10-32. Однажды ночью кухонные гномы Гроша и Доша вышли погулять по кухне. И как это у хозяйки все получается? В семье лад и на кухне уютненько. Не иначе магия. А как же тут самая настоящая магия кухни? Хорошие хозяйки знают, что мало иметь в доме кухонное помещение. Нужно превратить его в место вкуса, тепла и уюта. А секрет в том, что нужна магия. Магия кухни. Зержинского, 73, мебельный центр «Уют». Звоните 69-58-99. В эфире «Город лайф» мы продолжаем знакомиться с интересными жителями нашего города. Сегодня у нас в гостях Сергей Егоров, режиссер Калининградского областного музыкального театра. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Светлана. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. И у нас очень много к вам вопросов. Я надеюсь, вы поподробнее расскажете о том, в каком состоянии сейчас театр, что происходит в театре, ну и что ждет зрителей впереди. Ну и первый вопрос. Собственно, пандемия. Мы о ней никогда, наверное, не забудем и не забыли до сих пор. Как театр пережил вот этот кризис пандемический? Вы знаете, как получилось. Для музыкального театра, конечно, пандемия – это в первую очередь был какой-то выдох, потому что мы очень много работаем. Мы в прошлом сезоне сделали три спектакля, еще один моноспектакль и 11 концертов. И каждый концерт нужно театрализовать, поставить, отрепетировать. И, в общем, некоторые из них живым сопровождением, большинство. Из-за этого это сложный постановочный процесс, репетиционный. А здесь мы смогли выдохнуть, проанализировать все. Это смогла сделать наш художественный руководитель Елена Альфер, наш идейный вдохновитель, наш президент Валерий Иванович Лысенко. И, в целом, я тоже, и все постановочные силы. И мы с чего начали? Конечно, мы начали чем-то заниматься дома по привычке. Мы снимали различные видео и развлекательного характера. Потом мы стали делать поучительный какой-то контент. Мастер-классы делали. После этого мы делали различные акции к праздникам, к 9 мая в частности, к 1 мая, к 1 июня. И потом, когда уже мы вышли и можно стало работать, у нас, в общем-то, созрел план. И мы начали уже этим заниматься и технически все подготовили к тому, чтобы мы создали медиаплатформу. Сегодня Калининградский областной музыкальный театр создан медиаплатформа, которая называется Муз-театр 39. Это подкасты, которые можно слушать в Spotify, в Apple Music, в Яндекс.Дзен, в Яндекс.Музыка. Это программы и передачи, интервью, мастер-классы, которые можно смотреть примерно 8-10 раз в неделю что-то выходит. То есть это почти каждый день какой-то новый интерактив. Для того зрителя, который ни разу не был в нашем театре, о нем не знает. И плюс еще регион туристический. И так сложилось, что в этом году приходило очень много людей к зданию театра и спрашивали, а неужели сейчас ничего не идет? Мы вот из другого города. Мы бы с удовольствием хотели посмотреть. То есть есть такое привлечение. И это классно, потому что наш спектакль... Мы стали делать записи спектаклей хорошие, классные, профессиональные. Наш спектакль «Алые паруса» просто это мюзикл-блокбастер. На него нет билетов. Даже сейчас, после пандемии, когда люди боятся сходить в театр, на него нет билетов. Это очень сложно. Пойти на «Алые паруса», попасть на них. И он немного прошел, потому что это была премьера прошлого сезона и стал таким популярным, несмотря на это. И наш спектакль показывали портал «Видеть музыку» и журнал «Музыкальный Клондайк». Он был в прямом эфире и обсуждался критиками вместе с Еленой Альфер, Валерием Лысенко. И рассказывали как раз про уникальность театра, потому что уникальность театра как синтетического театра, в котором идут и драматические спектакли, и мюзиклы, и оперы, и опереты. Это остается актуальным и сейчас. Да, есть музыкальный курс, он преимущественный курс на мюзиклы, на создание полноценных музыкальных спектаклей. Интересных, классных, хороших. Потому что качественных спектаклей все-таки, наверное, немного. И сейчас, когда мы даем это зрителю, зритель за это очень благодарен. Вчера был концерт на острове Канта. Мы начали чуть-чуть раньше. Дорогие зрители, простите нас, пожалуйста, те, кто шли к 17.45. Вы не удержали с этого сочинения. Мы начали к 17.20. Но в основном все зрители нас увидели, были разыграны пригласительные. И вот вчерашний день, к вашему вопросу о том, в каком состоянии сейчас театр, показал, что труппа сейчас в очень хорошем состоянии. Потому что на каком-то таком небывалом подъеме мы отработали вчерашний концерт. И это было такое событие, просто никто не ожидал ни такого уровня, ни такой подачи, ни такой картинки, ни такого содержания. Ну, в общем, все в хорошем смысле обалдели как-то. И мы сделали задел тем людям, которые были после нас, потому что именно на нашем концерте собралась толпа на площади. Вы дали такой старт хороший, подняли планку. И надеюсь, что все остальные, кто после вас выступал, поддержали вот этот такой порыв творческий. Но я так понимаю, что пандемия была для вас возможностью вздохнуть, посмотреть на себя с другой стороны, расширить сферы своего влияния, расширить какие-то горизонты свои, да, и начать сделать театр новым, свежим, другим и обновленным. Абсолютно верно, потому что многие артисты прошли бесплатные мастер-классы, организованные СТД, ГИТИСом, Щукинским училищем. Они повысили профессиональный уровень, прошли курсы, как это, повышение квалификации. Я в том числе. Я много стал заниматься педагогической деятельностью и участвовал в проекте «Живая классика» в качестве члена жюри всероссийского и международного этапа. И, в общем, они тоже со мной сделали шоу «Перезагрузка». Это было классно и интересно. Ольга Болочева получила еще одну награду со своей монопьесой «Анти Вагнер». И «Анти Вагнер» был записан, был показан, его тоже комментировали, о нем узнают. Режиссер Елена Князева этого спектакля, балетмейстер Оксана Холева, бессменная композитор Андрей Крабков. И что стоит еще сказать? Конечно, мы смогли просто понять и оценить свои собственные силы и понять, как пойти дальше. Куда двигаться дальше? Да, это важно. Посмотреть на себя критически и найти новый путь развития. Да, это очень важно. Потому что провинциальный театр не может быть сегодня провинциальным. Так как в Москву летают самолеты каждый день и лететь туда два часа, а до Санкт-Петербурга еще короче. Да, то есть столица ближе, чем нам с вами всем кажется на самом деле. Да, да. И несмотря на то, что границы закрыты, можно поехать посмотреть прекрасные спектакли в столице. Но люди, если людям показывать, что мы делаем здесь не хуже, конечно, они начнут приходить чаще. Ну вот тот формат, который был подготовлен новый за время пандемии, он будет поддерживаться во время основного театрального сезона? То есть вы продолжите эту работу в этих направлениях? Да, нам сложно, но мы продолжим. У нас закуплена техника, у нас оборудована студия, у нас есть специальные люди, которые этим занимаются. Нам тяжело, потому что специальных денег, конечно, на это не выделяется. И в нашем театре не было ни фото, ни видео службы, которая, ну как бы, ни какой-то координированной медиа службы. То есть это некий энтузиазм самой труппы, самих театров. Да, это Дима Крэмер, наш технический сотрудник. Это Миша Петров, наш артист, всеми любимый. И это Лена Альфер, наш художественный руководитель. Они втроем волевыми усилиями сели и, в общем-то, заставили всех стать ведущими, корреспондентами и всеми остальными. Заставили всех стать совершенно новыми людьми. Они заразили просто. Это очень важно, когда есть человек, который заражает. И в театре есть много людей, в том числе и я, который знает, как это технически сделать и как помочь. Даже если мы не знаем, мы садимся, думаем, пробуем и выясняем. И очень хорошо то, что мы находимся в таком именно поиске. И себя, и нового формата. Да, в пути. В пути. Вы не останавливаетесь. Никогда. А что ожидает зрителей в ближайшем сезоне? Что уже можно, так сказать, анонсировать и приоткрыть завесу тайны? Во-первых, Калининградский областной музыкальный театр создал оркестр. Это эстрадно-симфонический оркестр, первый в области такого формата. Камерный коллектив, интересный, классный. У нас до этого была группа музыкальная, которая сопровождала спектакль Аллы Паруса. И вот на ее базе мы создали оркестр с симфоническими инструментами, который играет и оперы, и опереты, и, в общем-то, мюзиклы, и эстрадные концерты. Ну, я так понимаю, что для театра это тоже такая некая ступень. Это ступень, да. Это очень важно. Да, важно, чтобы нас в этом абсолютно поддержало сейчас государство, абсолютно поддержало министерство. Я думаю, что так и будет, потому что, вы знаете, иногда, да, бывает обидно, что какие-то профессиональные такие старания не награждаются должным образом. Труды лучше. Да, и не отмечаются. Хотя это должно быть сделано, потому что у нас музыкальный театр, он требует больше внимания, к сожалению, и большего финансирования, чем сейчас. Но мы не унываем, мы работаем с этим как только можем. Вот. Мы создали оркестр, и у нас будет презентация оркестра, она будет в ноябре, 2 ноября будет презентация оркестра, можно приходить, покупать билеты. Это концерт «Если бы не было тебя» в постановке Валерия Лысенко. До этого, вот совсем скоро, 26 сентября, 26-27 сентября, будет кальмания, гала-шоу, большое, интересное, красивое, по произведениям Имра Кальмана с этим же самым оркестром. Это делает московская группа, это коллаборация с театром «Геликон-Опера», постановщик Илья Ильин и дирижер Евгений Ильин. Вот они этим занимаются. Они уже приступили к работе, уже, как бы, она на финишной прямой, на завершающей. То есть уже колесо завертелось, так сказать, его не остановить. Да, завертелось месяца полтора назад, да. Что потом? На Новый год будет очень интересный интерактивный концерт с гастроформатом. Какая-то часть его пройдет в фойе. В прошлом году мы делали интересный концерт, праздник там приходит. Вот это будет версия этого, дополненная угощениями, конкурсами, рождественскими гимнами, хорами и всем остальным, что только может быть и в сопровождении нашей музыкальной группы. Ну вот уже захотелось приблизить Новый год. Да. Я очень быстрее все это, чтобы прочувствовать здесь этот галлобраздник. После Нового года. Так как мы сейчас, вот у нас приезжает режиссер-дипломник Алена Юлинова, выпускница ГИТИС Бертмана, да, мастерской Бертмана, факультет музыкального театра. Моего мастера Дмитрия Александровича Бертмана, народного артиста России. Приезжает Алена Юлина, она будет ставить новые приключения «Красной шапочки», музыкальную сказку Евгения Крылатова, которая, мы ее, конечно же, выпустим, но она увидит свет только в январе. И где-то вот 2 января, если все будет хорошо и все будут здоровы, родители с детьми обязательно придут на эту сказку и посмотрят на новые приключения. И «Красной шапочки», и «Волка», и «Разбойника», и «Бабушки». И «Бабушки» в том числе. Вот. Что дальше? В феврале, 14 февраля, ко дню всех влюбленных, будет большой роковый, мюзиковый, интересная бритпоповая драма. Романтическая Евгения Загота, она называется «Робин Гуд». Это классная история, нетипичная история о Робине Гуде, которую знают все. Она раскроет абсолютно другие какие-то стороны интересные. Если она еще приурочена к такому дню, то здесь и будет место любви. Да. Все решит любовь и человеческие отношения, и справедливость, и совесть в частности. 8 марта у нас концерт «Однажды в Венеции», где все зрители перенесутся в Венецию, услышат прекрасные, замечательные итальянские песни. Вот. От замечательных гондольеров. Это в сопровождении живого оркестра. Вот. Он театрализованный, красивый, интересный, придуманная такая история. Очень всем понравится. И в мае мы, даже не в мае, в июне, мы выводим в свет вторые в России после Новосибирского музыкального театра мюзикл Андрея Кротова «Римские каникулы». Это такая летняя обжигающая премьера, которая, я думаю, всем понравится. Этим мы будем закрывать сезон. Вот. И я думаю, что все туристы будут, которые уже приедут в тот момент сюда, рады, в общем, побывать и в Калининграде, и немножечко в Риме еще. Ну, вот сейчас наши зрители, наверное, уже в такой театральной ловушке, которую вы сейчас только что расставили, потому что все звучит интересно, живо, ярко. И, конечно же, хочется поскорее, чтобы все, и все сезон начался, и принять непосредственно участие в ваших... Живое искусство. Да, в ваших мероприятиях. Ну, а есть ли в планах вообще что-то, какие-то постановки непосредственно с участием зрителей, там, где они принимают такую ключевую роль, или уже что-то есть в репертуаре подобного плана? По поводу интерактивных вещей. И давайте я вам расскажу. Вот у нас в последней премьере, которая увидела свет только одну серию, один раз мы показали премьерный блок «Великие Гэтсби», и все. И второго раза уже не было, нас закрыли. Карантин. В общем, там есть парочку интерактивных мест. Всегда я вообще склонен к интермедийности, да, и у меня в спектакле «Винил» есть, интермедия такая интересная. И «Летучая мышь» в нашем театре начинается, кстати, будет «Летучая мышь» в этом году, восстановлена в декабре. И, наконец-то, все поклонники Штрауса смогут опять это услышать. И она не шла пару лет. Вот. Что еще? И, конечно, все спектакли с детьми, они сейчас носят интерактивный характер. Я знаю, что наша драматурка Ольга Болочева, она пишет вот новую вещь «Успех кис-кис». И я думаю, что там что-то будет интересное. Ну и название интригующее. Да, конечно, интригующее название. В пандемии очень много народу потеряло работу, поэтому все они звали «Успех». Призывали его, чтобы он к ним пришел. И удача, и успех, и деньги. Ну вот, кстати, у вас сейчас есть такой удачный момент, чтобы пригласить всех наших зрителей на театральный сезон. И вот вы сейчас можете воспользоваться этой минуткой и обратиться непосредственно к нашим зрителям. Спасибо. Дорогие друзья, я приглашаю вас в Калининградский областной музыкальный театр. И если вы вдруг не знаете, как провести выходные, если в пятничный вечер вы остались одни, или вы не знаете, где провести лучшее в вашей жизни свидание, обязательно приходите в наш театр. Вы не пожалеете никогда, будете рассказывать друзьям, приводить родственников. И это станет вашим самым любимым местом. Мы вас ждем, мы вас любим. А также, пожалуйста, смотрите нас в Ютубе, слушайте нас в ВКонтакте, в Яндекс.Музыка. Мы на всех каналах есть. Пожалуйста, ищите нас. Муз.Театр 39. Спасибо огромное вам за общение. Музыкальный театр действительно везде. Я напоминаю вам, уважаемые зрители, что в гостях у нас был Сергей Егоров, режиссер Калининградского областного музыкального театра. Увидимся сразу после рекламы. Поговаривают, что лег как-то Менделеев на диван. Тут-то ему знаменитая таблица и приснилась. И Чайковский тоже как-то на диван прилег, а на утро, нате, получите, щелкунчик. А у Кулибина, говорят, аж два дивана было. Вечные двигатели русского прогресса. Удобные диваны в мебельном доме «Диамир». На наших диванах так хорошо делать научные открытия, шлифовать бриллианты мудрости или просто валяться и отдыхать. Мебельный дом «Диамир». Вы позвонили службу чистоты и «Белки» приветствует вас. Алло, у нас тут просто катастрофа. Детские рисунки на диване. Кошка решила, что ковер – это туалет. Пятны и пластилин повсюду. Выручайте. Диктуйте адрес. Выезжаем. Служба чистоты «Белки» и ваши ковры – наша забота. А также чистка мягкой мебели. Улица Валдайская, 9, телефон 37-43-93. Мастерская «Мадейра» занимается изготовлением мебели на заказ. Разработайте творческий проект сами или получите готовый от нашего дизайнера. Кухня, шкафы, купе, торговое оборудование от эконом-класса до люксовых позиций. Собственное производство, оснащенное новейшим итальянским оборудованием. Приятные цены, выгодные условия и гарантии. Вызов консультанта в пределах Калининграда бесплатно. Наш адрес – Калининград, улица Солдатская, 7. Телефон для связи 524-324. Инстаграм – модейра-мебель.ру. Сломалась стиральная машина? Не морозит холодильник? Перестал показывать телевизор? Техдоктор спешит на помощь. Приемлемые цены, честная диагностика, ремонт в мастерской и на дому. Адреса мастерских в Калининграде. Улица Колхозная, 26, улица Сергеева, 59А. Все подробности по телефону 5252-88. Иногда мир серый и тусклый. Но может быть солнечным и теплым, если это мир окон. Более 20 лет на Калининградском рынке. Пластиковые окна от производителя. Двери и лоджии любой конфигурации и сложности. Скидки для пенсионеров. Рассрочка. Ограниченное предложение. Шестикамерные профили по цене трехкамерных. Скидки медработникам и при заказе от 5 окон. Мир окон. Шумоизоляция, долговечность, безопасность. Звоните 555-262 или 58-19-80. Папа, мы с Рикардо собираемся пожениться. Да, Дон Филиппо, ради нее я готов даже переклеить все обои. Рикардо, мой мальчик. Берите их головорезом Бернардо и Луиджи, бегом в бьютику и скорее возвращайтесь. С обоями? С обоями. Настоящие качественные итальянские обои по низким ценам. Галерея обоев Бьютика. Возвращайтесь домой с обоями. Мебельный дом Диамир. Ручейная 2. Подробности 33-73-44. Это город Лайф и мы продолжаем. Друзья, рядом со мной находится прекрасная девушка София Прокурина, студия Йоги Юнити. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, йога – это вообще тяжело? На самом деле это один из распространенных мифов. Йога – это не тяжело. Самое важное – это найти направление, которое подходит, которое по душе, комфортно и заниматься в удовольствии. Что нужно для того, чтобы заниматься йогой? Нужна ли какое-то там, не знаю, как это правильно говорится, по физподготовке? Вообще физподготовка нужна для того, чтобы заниматься йогой или нет? На самом деле чаще всего люди приходят с разной физической подготовкой, как раз таки для того, чтобы повысить свое физическое состояние, здоровье улучшить. И нужно для йоги на самом деле настрой, намерение, комфортная одежда и прийти в студию йоги Юнити. Чем вообще вы отличаетесь от других студий по йоге? Вот, допустим, у меня есть выбор, пойти в Юнити или пойти, допустим, в другую студию. Чем вы отличаетесь? Может быть, скидки, акции? Что-то есть такое? В первую очередь студия Юнити – это команда заботливых экспертов. У нас очень заботливые, приятные преподаватели, которые с трепетом, теплотой относятся к клиентам. И поэтому это наше, одно из главных преимуществ. Также у нас в Юнити очень уютно, у нас комфортно. Люди приходят просто для того, чтобы иногда посидеть, попить чай после занятий, пообщаться с единомышленниками. Хорошо, давайте немного о коллективе вашем поговорим. Кто ваши преподаватели? Преподаватели – все эксперты. У всех есть сертификаты образования в соответствующее направление. Ну, может, имена назовем, к примеру. Наталья Астраханова, Елена Федорова, Наталья Стасилович. Вообще у нас всего преподавателей 9. 9 преподавателей? Да, на данный момент. А как это вообще, вот, эти преподаватели делятся на какие-то категории? Допустим, может быть, ну, как в карате, к примеру, да, черный пояс есть, да, высшая категория преподавателя. У вас преподаватели все высшие категории или все же как-то они делятся по группе? Ну, вот, как я и сказала ранее, у нас очень экспертный преподаватель. У всех есть образование достаточно на высоком уровне. Скажем, мы собрали лучших из лучших. Поэтому... Как вы пришли к тому, чтобы открыть студию йоги? На самом деле это все поспособствовала команда. Люди собрались вместе, организовали такое пространство, где люди могут улучшить свое ментальное, физическое и психологическое состояние. А в какое время суток вообще лучше заниматься йогой? Вот, допустим, это первая половина дня. Возможно, это день, вечер, ночь. На самом деле все зависит еще от цели, с которой вы пришли заниматься йогой. Если это заряд бодрости, то, соответственно, нужно идти заниматься утром или в обеденное время и выбирать соответствующее направление. А если это желание нормализовать нервную систему, расслабиться, то это вечернее время отлично подходит. Пятница, вечер. Чем вообще помогает йога по жизни? Ну, вот, допустим, я нервный. Не знаю, там, может быть, какие-то у меня есть еще другие проблемы. Вот чем помогает йога? Йога – это инструмент, который может нормализовать совершенно разные сферы жизни человека. Как моральное, так и физическое. Поможет вам, если вы нервничаете, расслабиться, быть всегда в состоянии баланса. Йога замечательно для этого подходит. Проводите ли вы теоретические занятия, читаете, возможно, лекции вашей преподавателем? Регулярно проводим такие занятия. Помимо практики, наши преподаватели практически на каждом классе дают небольшой блок теории. Поэтому занятия – это всегда информативно, интересно. И также у нас есть семинары, которые мы проводим по выходным дням. Поэтому в скором времени намечается что-то очень интересное для наших клиентов. Хорошо. Как проходят семинары? И вообще, ну, примерно скажите хотя бы, о чем говорят на этих семинарах? Смотря какой преподаватель ведет занятия, семинар. У каждого преподавателя есть свои темы для обсуждений. Проходит оно в формате закрытых и открытых классов. То есть мы оповещаем, как правило, нашу аудиторию в наших социальных сетях о том, что скоро будет мероприятие. И приглашаем, чтобы приходили заниматься. Хорошо. Акции, скидки, предложения для людей? Акции, скидки. У нас сейчас есть абонемент для новичков. Стоит он 500 рублей. Входят туда три занятия. Беру. Приходите. Три занятия по разным направлениям у разных преподавателей. Это отличный вариант для того, чтобы познакомиться и понять, что нравится больше, какое направление. Вот. И мы приготовили с нашей командой специальное такое, специальное предложение. Это промокод, по которому каждый телезритель может прийти заниматься первый раз бесплатно. И промокод звучит так. Yoga Unity TV. Yoga Unity TV. Мне кажется, что после этого эфира я обязательно воспользуюсь этим промокодом. Хорошо. И ваше пожелание, собственно, для телезрителей, призыв заниматься йогой, здоровым образом жизни? Пожалуйста. Ну, пожалуй, в этот непростой, неоднозначный такой год я и наша команда желаем каждому прийти в состояние баланса, равновесия. Любите себя, заботитесь о себе и приходите заниматься йогой. Еще раз напомню, что в гостях у нас в студии только что была София Прокурина, студия Йоги Юнити. Ребят, вы оставайтесь с нами в любом случае на Первом городском телеканале. И, конечно же, после нашего гостя посмотрите рекламу, после чего мы вернемся. По итогам прошлого года Калининградская область находится на девятом месте по уровню жизни в стране. По версии аналитиков РИА Новости, Калининградская область опустилась на две позиции и заняла 37 место из 85 в рейтинге регионов по социально-экономическому развитию по итогам 2019 года. Эксперты оценили масштаб и эффективность экономики, показатели бюджетной и социальной сфер региона. Власти Калининграда разрешили вырубать 324 дерева и 222 кустарника для строительства детского сада на улице Третьего Белорусского фронта. В качестве компенсации в бюджет выплатили более 4 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации. При этом необходимо сохранить 44 дерева и 22 кустарника. Строительство детского сада на 350 мест началось в конце августа. Общая площадь участка более 7 тысяч квадратных метров. Здания должны сдать до конца сентября 2021 года. Стоимость работ по контракту 370 миллионов рублей. 12 апреля Музею Мирового океана исполнилось 30 лет. Но из-за пандемии юбилей перенесли на 12 сентября. День рождения пройдет под брызги парусников во время традиционного морского фестиваля «Водная ассамблея». Все начнется в 12 с выступления флайбордистов, вальсбайдарок, парад исторических судов. Также весь день на территории музея экскурсии, мастер-классы, квесты и музыка. Итог народного голосования «День селедки» – рыбная неделя, во время которой гости и жители города ставят лайк лучшему рыбному блюду ресторанов Калининграда. Еще один праздник, правда, на этот раз в Зоусаде. В Калининградском зоопарке детенышу-муравьеду исполнился год. Недавно Мурашка заново познакомилась со своей мамой Кайей. Их разделили в октябре, пока животные общались через преграду. В некоторых учреждениях самки-муравьедов живут вместе. Калининградский зоопарк планирует аккуратно и бережно воссоединить мать и дочь. Хотите изменить свою жизнь? Начните перемены уже сегодня. Первый городской дарит вам шанс поменять все и получить возможность попробовать себя на ТВ. Только в сентябре обучение тех, кто от 16 и старше. Школа ТВ – это уникальная возможность раскрыть свой потенциал, применить необузданный актерский талант и доказать всему городу, что вы звезда. Занятия проходят несколько раз в неделю в удобное для вас время. Среди преподавателей только профессионалы в области ТВ. Количество учеников в группах ограничено, так что поторопитесь. Все подробности можно узнать по номеру телефона 92 10 32. Вам нужна надежность и качество плоской кровли от шведского производителя? Мембранной службы более 50 лет эксперты из Германии подтвердили надежность наших материалов, которые не содержат вредоносных добавок и не загрязняют окружающую среду. Также они, ускорчивые к атмосферному воздействию, не поддаются окислению кислородом, огнезащитный состав. За подробной информацией обращайтесь по номеру 903 707. Почему идем мы в Диамир? Интерьер, что был как по учебнику. Просто здесь работают... Просто здесь работают волшебники. Волшебники. Разве это не волшебство, когда помещение превращается в ваш любимый дом? Все просто. Главное – мебель из Диамира. И немного волшебства. Диамир. Ручейная 2. Подробности 33 73 44. Полный комплекс технического обслуживания вашего автомобиля. Замена масла во всех типах автоматических коробок передач. Замена антифризов. Замена всех тех жидкостей и фильтров. И многое другое. Бесплатная замена масла в двигателе при покупке масла и фильтра. Все это в Оилмаркет. Литовский Вал 19. Телефон 50 97 90. Неоклассика, минимализм, лофт и современный дизайн кухни на любой вкус и кошелек. Белорусские кухни ЗОП – это современные технологии, качество и доступность. Кратчайшие сроки изготовят и доставят кухню вашей мечты. Полный цикл производства от сруба до сборки. На всю продукцию гарантия 5 лет. Ждем вас в Московский проспект 40 и Балтийский бизнес-центр 203. Или kuk39.ru. Заходите на сайт и выберите свою кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какое внимание к деталям! Браво! Это Гордлайф и мы продолжаем. У меня в гостях Анастасия Ковалева, блогер. Здравствуйте, Анастасия! Ну, давайте рассказывайте про свой блог, почему вы стали его вести, как вы вообще пришли к тому, чтобы сделать свой блог в Инстаграм? Ну, изначально я не думала, что я стану блогером. Просто во время беременности вторым сыном стала делиться своими моментами жизни. Ну, соответственно, как-то протекает все. Потом он родился и как-то затянулось. Стали подписчики прибавляться. И потом все больше и больше. И как-то вот оно вошло в такое прям, ну, то, что мне очень нравится, и то, что делаю сейчас. Хорошо. О чем ваш блог? О детях. О детях. В большей степени, да. Потому что я делилась, не знаю, воспитанием, как мы... Да просто нашими буднями. Вот. И в большей степени о материнстве моем. Как нам, мамам, бывает нелегко в декрете. Вот. Ну, и как-то вот о детях в большей степени, да. Хорошо. Понятно, что о детях, но можно поподробнее как-то узнать, что вы записываете, какие видео, чему они посвящены? Ну, как-то больше наша жизнь, какие-то, как сказать... Ну, допустим, например, как поменять подгузник, да? Там какие-то советы, возможно? Ну, например, для самых молодых мам, которые только вот, только стали мамами, да, это интересно. И в начале блога это было больше, да, такое прям совсем материнство-материнство. Сейчас как бы отошло, дети пошли в сад младший. И у меня творческий порыв, потому что я работала в театре эстрады. Вот. И у меня появились в блоге стихи. Вот. Мои. И, то есть, ну, какое-то творчество. Плюс я создала телеграм-канал, где я читаю детские сказки. Вот. И мои подписчики слушают, вот, своим деткам ставят. И таким образом вот у нас такая вот связь образовалась. То есть детские сказки, которые вы сами придумали, или все-таки это уже известные, да, более детские сказки? Есть известные, есть то, что я сама сочинила. Для мальчика, для девочки это именно и сказки, которые вот каждый подписчик, кто есть на моем канале, может попросить меня. И я прочитаю именно для его малыша сказку. Очень интересно, кстати. Сколько подписчиков у вас на данный момент? Чуть больше 24 тысяч. Они все живые, это не накрутка? Ну, да. Аудитория, это Калининград или Россия? Ну, в большей степени Россия, много городов из России, но и процент немалый Калининграда, конечно, да. Ну, слушайте, ну это очень круто. Насколько я знаю, вы участвуете сейчас в конкурсе. Да. Каком? Блогер года город Калининграда. Блогер года. Да. Что было необходимо вам для того, чтобы подать туда заявку? Ну, собственно, подать эту заявку. Вот я узнала, мне написали, предложили, что вот проходит такой конкурс. Я подумала, почему бы не попробовать. Вот, подала заявку, после этого там проверили страницу, он также, вот, как вы говорите, на наличие бунтов и так далее. Ну, то есть я прошла первые какие-то проверки и, в общем-то, все. Дальше визитка, ну и дальше какие нужны были выполнить от нас задания. Вот, в общем, выполнили, теперь ждем финала. Хорошо. Что обещает этот конкурс? Для чего он вам? Ну, мне в первую очередь было интересно попробовать себя и вообще, что это такое. Ну, и в любом случае это интересно. Как бы соревнования и так далее. Это в первую очередь. Ну, и во вторую очередь, конечно, это, возможно, меня кто-нибудь увидит, как сейчас. Вот, узнает про мой блог и мои сказки. Ну, это на самом деле супер. Ну, и далее, конечно же, хочется поговорить о вашем блоге и о призыве телезрителям. Можете сейчас говорить все, что угодно, для того, чтобы они подписались на вашу страницу. Ну, не только для мамочек. Мне кажется, что этот блог еще будет полезен для отцов. Почему бы нет? Ну, да, я знаю, что есть доля подписчиков, именно мужская аудитория. Ну, что я скажу. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграм Асти Ковалева. Вот, я ваших деток уложу спать своим волшебным голосом, как пишут мне подписчики. Ну, я думаю, что не только маму будет интересно вообще всем девушкам и женщинам. Потому что, в общем, достаточно разносторонне сейчас его веду. Еще раз напомню о том, что в гостях прямо сейчас со мной стояла и стоит до сих пор Анастасия Ковалева блогер, собственно, детский блогер, блог о детях. Если вам очень интересно посмотреть, то, конечно, заходите и подписывайтесь на ее Инстаграм. Ну, а мы продолжаем далее, друзья. Прямо сейчас мы поговорим о хороших новостях наших калининградцев. В партнер рубрики «Ваши хорошие новости» магазин «Автомасел» «Ойл Маркет». Я попала в этот замечательный город с молодым человеком. У нас замечательная комната в этом городе. Скоро в еще один замечательный город поедем в Москву. Ну, мы вообще в отпуске находимся. Отдыхаем, смотрим ваш город. В принципе, мне кажется, хорошо. Хорошее впечатление о городе. Что понравилось? Даже не знаю. Атмосфера у вас душевная. Да, то есть какой-то смесь. Умертворенность, то есть городов. Покушна в Владивосток сегодня. Первый раз в Калининграде. А не удовольствие. Из Москвы. Да, мне здесь очень нравится. Здесь, где мои мечты осуществляются море и лес. Я мечтаю жить там, где море, и там, где лес. Вот прекрасная новость, я наконец-то нашла это место. Наконец открыли Турцию. Вот в апреле не полетела, теперь полечу в активе. Я буду есть арбузы, купаться в теплом море и наслаждаться жизнью. Классно. Чего я вам желаю. Партнер рубрики «Ваши хорошие новости», магазин «Автомасел», «Ойл Маркет». Это «Город Лайф» и мы продолжаем, друзья. Ну, собственно, новостями региона мы и продолжим. Калининградская область получит 127 миллионов рублей на доплату сотрудникам соцучреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы «Риска». Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства. Ну, а надбавку выплатят ухаживающим за подопечными домов престарелых и интернатов для инвалидов. Обязательное условие – работа двухнедельной изоляции вместе с проживающими в учреждении. Размер выплаты составляет от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену и зависит от квалификации сотрудника и того, находится ли он в непосредственном контакте с зараженными. Общий объем средств, выделенных на выплаты соцработникам, превышает 13 миллиардов рублей. В Калининградской области деньги начали перечислять еще в мае. Ну, а далее перейдем к школьным проблемам. Да. Качеством блюд, которыми бесплатно окорбят школьников, недовольны 24% родителей, обратившихся на тематическую горячую линию Общероссийского народного фронта. Об этом сообщается на сайте организации. Родители ребят из младших классов жаловались на то, что еда невкусная, соответственно, подгоревшая и холодная. Используемые для приготовления блюд продукты не всегда свежие, рассказали общественникам россияне. Ну, вот, собственно, однообразным меню возмутились еще 15% обратившихся в Общероссийский народный фронт. По их словам, блюда часто повторяются. Детям редко дают фрукты и мясо. Ну, а еще 19% жалоб связаны с плохой организацией питания в школах и нарушениями санитарных норм. Также в организации подчеркнули, что жалобы отрабатываются с федеральными и региональными организациями. Ну, и напомним, что школьники младших классов начали получать бесплатное горячее питание с 1 сентября. Ну, а прямо сейчас, отходя от темы еды, поговорим о наших финансах, друзья. Курсы валют далее. Ну, а теперь пришло время узнать, какая погода ожидает нас завтра. Прогноз погоды на 14 сентября. В Калининграде днем плюс 20, ясно. Ночью 15 градусов тепла, ясно. В Санкт-Петербурге днем 17 градусов, со знаком плюс, облачно. Ночью плюс 12, без осадков, облачно. В Москве днем 16 градусов тепла, облачно. Ночью плюс 11, облачно. На этом выпуск «Город Лайв», друзья, подошел к концу. Я, Светлана Александрова и Андрей Волконский прощаемся с вами. Желаем вам отличного вечера и только приятных новостей. Всех любим, целуем. И, конечно же, оставайтесь только на Первом городском телеканале. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова